горим здравствуйте к вам уважаемые любители летных видов спорта я не могу не записать час ролик который я даже не знаю как назвать давайте все придумаем название вот небесный пожар такого заката я еще не видел первый раз жизни такой наблюдаю мы сейчас туда опустимся над облаками мы вообще в волновой системе то есть вот сейчас попробуем во-первых у нас обледнение видите крыло льдом покрылась пока мы облачность сверху пробивали и конечно сейчас она растает когда-то до земли долетим но холодно очень вот крыло показывает на горку вот она вот это вот называется на сан-джини и динамика вы взяли волну ну и в общем то так прекрасно попарились летали город над городом вейн полетали ведь там тоже на вершинке светится как-то солнышко погоняли гала свое собственное и вот сейчас обнаружили вот это вот красивейшее явление сейчас наконец-то 5 я вам развернусь к нему чтобы порадовать о даже просто бомба как это выглядит что происходит идет но осадки идут на самом деле там то что вы видите это падающий вниз микро снежинки всевозможные которые подсвечивает солнцем закатным я пытаюсь опуститься пониже чтобы это лучше видели и лучше слышали невероятно единственными проблема что у меня очень быстро потеет фонарь сейчас вам это все за светочку будет дать давать очень мощную как бы разобразить контент о хочешь петлю пример переставлю прости пожалуйста за невесомость друзья петля в красивом месте разгоняюсь скорость 200 и поехали это вам для разнообразия контента так и мы да мы выскочили зоны где как все красиво сейчас у нас впереди вот это эфирный аэродром эспермонт и вероятное зрелище сейчас догоним солнце видите получается на горизонте какая-то щель через эту щель просвечивала подсвечивала подсвечивает вот эти вот облака сейчас мы долетим до зоны для насадки и вы увидите это еще раз зрелище потрясающей красоты летим мы на дг-500 м великолепный планер я честно говоря не понимаю зачем нужен новый если вообще новые делают если такие делали 30 лет назад потрясающий планер официально крутят петли потому что принцесса моя ей петли запрещены потому что не разрешены то есть они сервизировали на петли хотя на их естественно крутят аэродинамика современная бюрократия вообще честно губит кучу всего вот ну посмотрите ну что может быть в петле плохого давайте вот мордой вниз как мы через давай через солнышко попробуем так сколько высота 1700 нормально ну что друзья еще разочек теперь только другой ракурс я разгоняюсь закат вот эти как это выглядит скорость 200 перебрал полочка и пошла м парам 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 проворачиваю скорость потеряли об о как у вас она вышла а ты доволен а ну не почти стали сейчас я попробую на себя на себя переключить так высота уже на край крайней петля и домой друзья ролик у нас динамичный 200 210 поехали перегрузку чуть больше дам а то в прошлый раз не хватило верхней точки скорости вот сейчас хорошо получилось с постоянной положительной перегрузкой надо стаканчик воды друзья взять и показать вам что воду можно не пролить перевернутом положении так ну что идем на посадочку как кстати век прилетит на 200 километров час ну вот так единственно у нас поет изолента слышите звук появляет такой это автоматически противоплаторный сигнал который он подает короче не любит он 200 реально и на самом деле качество достаточно сильно падает почему я сейчас быстро лечу потому что там нужно на посадку заходить села у нас по правилам полчаса после захода на самом деле мы замерзли еще и хочется кушать пока летим что еще приборах т.г. могу вам сказать но с левой стороны вы наблюдаете навигационную систему вариометр электронный очень вот этот точный вариометр кембридж который прям показывает все идеально и точно какой-то старинный но очень хороший ну и большой указатель скорости вот действительно это удобная штука высотомер футах отвратительная фута не люблю не фута не дюйма и не прочую эту гадость и вообще не понимаю зачем это все делают так смотрим давайте рассушим приборах нам прибор показывает ветер 23 килограмм час 305 градусов но это еще ничего не значит потому что внизу под 90 градусов дует сильный ветер западный он дует под 90 поэтому никакого смысла садиться против составляющей ветра вроде северной нет кстати цирку нас опять на аэродром приехал для воду прошлом году тоже был в этом году есть так очень сложное решение как бы нам приземляться давай по дуге я колдун плохо вижу я таки не могу понять какой же все-таки ветер сейчас друзья чуть-чуть спустимся будет полегче воздушные тормоза выпустились шасси нет вот такая у нас интересный зуммер плавный поворот направо поехали я пытаюсь колдун разглядеть кстати удобная опция на телефоне если мы увеличим интересно колдун смогу видеть с таким увеличением зараза удивительная штука друзья ветер даже не западный а юго-западный при то вижу я при верховом севере вот колдун наконец-то вам нашел вот он посмотрите что показывает о вот это да вот этот неожиданный поворот ну сейчас будет веселая посадочка лихая с боковым ветром готов снимать представляю на 10 выпускаю шасси открывают тормоза и быстро садиться афганским заходом и вот моя любимая задача не используя тормоза то есть не двигая их попасть четко на торец полосы можешь торец показать сейчас а будешь снимать себе камеру поближе чтобы побольше снималось потому что потому что торец не будет гигантская проблема турбулентность достаточно большой вот это веселушечка сейчас посмотришь какой угол придется держать чтобы нас здесь было ты прикиньте посмотри а садить да ну кстати я и землю-то достаточно плохо вижу уже и засунули вывешиваемся о, сейчас козла нет, смотри-ка, даже козла не сделал вот этот ай-да-я ай-да-молодец ай-дакой так, на асфальтик сейчас выйдем меньше качать будет вот, пошли по асфальту ну и дальше подъедем к собственному прицепу или не будем возвращаться я наверно еще ни разу не подъезжал попробуем? да хорошо так, друзья, сейчас там забор впереди такой с проволокой ну, с проволокой пораньше лучше поверну дайка подальше чтобы потом нам не заехать в какой-нибудь оп оп знаете, какого он как подбрасывать нашего веприка нет, не доеду, друзья, позор смотрите, к веприю не привык не доехал 20 метров до прицепа позор, позор в чем особенность, друзья, момента это у нас цирк ну там, цирк приехал, кто у нас остались это у нас раз в год наш открывай фонарь Мишель созывает себе кучу народу и устраивает такое представление то есть, настоящие там флоуны и все остальное видите, у них уже свет загорелся ой с 4000 спускаешься, когда быстро уши закладывает ну что ж тут сейчас музыка всякая будет ты доволен? покажись если хочешь передай привет кому хочешь всем привет вы же участник ролика случайно, друзья, прилетели сегодня на Cessna в гости и я даже погоду не обещал говорю, ну что-нибудь да будет получился волшебный летный день три полета, каждый разный первый в термичке, второй в динамиках а третий в волну попали поэтому ну это вот случайность как и ролик сам случайный с красотами до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов пишите, как вам вепрь наш мне кажется, конь-огонь ну или как порсенок пунтик пунтик-огонь пунтик 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 Продолжение следует...